В моих днях была пресс-конференция Дмитрия Бивола, но тема его и Биттербиева сейчас более-менее популярна. А вот поединок Артура Биттербиева уже буквально на носу с Энтони Ярдом. И в чем ты видишь шансы Энтони Ярда в поединке с Артуром Биттербиевым? Это бой конкурентный? Насколько? Если быть откровенным, то на Ярда я бы деньги не поставил. Но Джонсон же сумел зацепить левым боковым Артура. Там отчитали нокдаун. Понятно, что Артур выиграл нокаутом в итоге, но нокдаун был. Ярд тоже может ударить, но я, честно, не видел в его активе какого-то вот такого одиночного панча, которого можно было бы по-настоящему опасаться. Да, он большой, да, он атлетичный, но каких-то таких выстрелов, чтобы попал и убил, мне кажется, нет в его активе. Плюс защита, как это там, филадельфийская рака, шелда ролл и так далее. Мне кажется, в этом бою она с ним сыграет злую шутку, потому что Артур хорошо бьет правым через руку и, в принципе, правый сбоку. Он постоянно это делает. Потому здесь у Ярда будут большие проблемы. Видел его в лагере, он готовится в средней дистанции, мощные удары, но все вот эти действия в средней дистанции для него это смерть. А Энтони Ярдов по сравнению с плагинком Сергеем Ковалевым стал ли лучше? Ну, я видел его крайний бой. Не с Линдоном, а Артуром? С Артуром, да. Он первый бой проиграл, отдали Артуру. И вот это был реванш. Ну, был агрессивный. Ну, опять же, это сработало с Артуром. С Артуром, который Биттербеев. Это не будет работать. То есть, мы уже много раз с тобой говорили о том, что стили делают бои. И вот то, что будет пытаться делать Ярда, я не знаю, умеет ли он работать вторым номером, быть каким-то супер игровиком. Я думаю, что нет. Ну, понятно, что где-то контрит, где-то закрывается там своя ракушка, но с Артуром это не будет работать. Потому что Артур, если зацепился ударом, то он начинает развивать и бьет, бьет, бьет. Как бы здесь вот эта американская раковина, она не поможет Ярдов. Ну, в планах Дмитрия Бивола, понятно, значит, как поединок с Артуром Биттербеевым, так и с Саулем Альварасом. Ну, если Биттербеев уже там бой назначен, у Альвараса еще, может быть, хватит дровомыслия не встретиться с Биллом второй раз. Или если не у него, то у его команды. И в таком случае, наверное, самый потенциальный соперник, если не эти двои, для Бивола это Джорфол Буатси. Буатси. Я рассматриваю только Буатси. То есть в бой с Артуром я не верю. Бой с Канело, они не меньше меня понимают, за счет чего Канело должен выиграть сейчас. Ну и плюс, пока Канело проведет разминочный бой, пока посмотрит в каких кондициях, то есть... Как у него был разминочный бой с Головкиным? Нет, сейчас будет бой с... Британец тоже, как же он... Может быть, Джош Райдер? Райдер, вот точно. Джон Райдер. Да, Райдер. Ну, это совсем не Бивол, это стилистически удобный боксер для Канело. Рассматривать его как подготовку к Дмитрию, ну, совсем не актуально. Вообще нет. Буатси, Буатси в любителях, в любителях я честно присмотрелся к нему, парень с ударом, и я думал, что в профи это будет просто какой-то взрыв. Но что-то как-то в профи Буатси, уже он другой. Ну, какую угрозу он для Бивола себя несет, если несет? Ну, в принципе, он неплохой боксер, и любой, кто выходит в ринг, несет угрозу. Но Дмитрий уже на таком уровне, понимаешь, когда ты побеждал Канело, когда ты побеждаешь уверенно чемпионов мира. И сейчас встречаться просто с Топ-проспектом, ну, как бы, для кого эта история интересна? Только для Буатси. Да, и его проповеджу. Да, Дмитрию сейчас, ну, конечно, нужны имена. И я не говорю, что бой с Буатси будет легкая прогулка. Но хотелось бы видеть реальные имена в его списке. С кем ему сейчас подраться, кроме Биттербиева, я даже не знаю. Он всех бил в этом дивизионе уже. И Клуба Смита, и Кильберта Рамирса, и Жанна Паскали, и Джорджа Смита. Все те, которые в топ-рэйтинге, прямо вот следом за Дмитрием. Но только Калум Смит остался. Вот я сейчас хотел его назвать. Калум Смит высокий, умеет боксировать, но он проигрывал Канело. Да. И чем он, по сути, лучше Буатси, если на то пошел? Только с поражением и без поясов, опять же. Не, Буатси явно лучше, Буатси мощнее, Буатси с ударом. Буатси также неплохо обученный боксер. Единственное, что Калум Смит чемпион мира, наверное, все-таки более известен, чем Буатси. Как вариант. А если говорить о потенциальном поединке Бивола и Биттербиева, то сейчас время так или иначе она играет на пользу Бивола. И какой должен пройти срок, чтобы в потенциальном поединке между двумя российскими боксерами уже не было никакой интриги и Бивол был уже безусловным фаворитом? Сейчас вы на меня накинетесь с минусами. Я не вижу Бивола безусловным фаворитом. То есть, ну, понятно, ноги, контроль дистанции, джеб там и так далее. У Артура колоссальный опыт. И Артур, начиная с любителя, бил всяких. То есть, он умеет это делать. Он очень мощный. С ним очень трудно в инсайде. Он реально может боксировать. Поэтому это очень и очень непростой бой. Ну, и как сейчас я вижу, что Артур, сказать, что он стареет и возраст играет против него, мне кажется, он наоборот сейчас на подъеме находится. Такой некий эмоциональный подъем. У него был перерыв, была пауза, какие-то там проблемы с промоутером, плечо или что-то у него он оперировал. То есть, какое-то время он отдыхал, а сейчас, мне кажется, он раскрылся. И вот сколько еще будет этот импульс длиться, я не знаю. Ну, хотелось бы, конечно, нам всегда хочется, чтобы все вот такие унификации, они проходили на пике обоих бойцов. Ну, во всех более-менее, наверное, каких-то знаковых боях унификации, мы всегда понимали, что один уже немножко хромает, скажем так. Знаешь, я просто, ну, мы можем много гадать, да, но все равно, как бы, мировой рынок зависит не только от России, а это два российских бойца. Да, и насколько это интересно в мире, эта унификация, ну, тут я не могу тебе сказать. Я давно не был за границей, поэтому не знаю, о чем там говорят. Касаемо, ну, касаемо нас, нам бы, конечно, хотелось бы увидеть настоящий бокс. Относительно их промоутеров, я прекрасно понимаю, что если есть какие-то еще бои, кроме, то зачем их сводить и терять такого хорошего бойца. Поэтому я в этот бой не верю, ну, честно. Были ли в карьере Бивола или Биттер Бивола боксеры, которые показали, как с ними надо работать? Ну, если, если взять бой Биттер Бивола, где он упал в нокдаун, Каллум Джонсон, да, по-моему? Да, но у него было два нокдауна, но второго фамилии я сейчас, честно, не назову. А не два, блин, таких флэпс-накдауна. Я все равно не скажу, что там именно показалось, что нужно бить. Потому что там был левый боковой, но в это время у Артура стояла рука, он попал чуть-чуть ближе. Ну, то есть, это не показательно. Он все равно потом перемял, перемолол и забил его. Касаемо Бивола, бой, как там, Ричардс или как, да? Да, Крэй Кричард, британский перед Кричардом. Там не очень хороший бой получился, но, опять же, тут все зависит от состояния и настроя Бивола. Я понимаю, что на этот бой он выходил после долгого простоя. Он выходил без какой-то там супермотивации, что вот он сейчас будет драться с самим Канелло и так далее. Поэтому, может быть, слегка расслаблен, слегка недооценил, слегка не в кондициях. И этот бой тоже не показательный. Я думаю, что если сейчас поставить Ричардса против Бивола, то это будет недолго. 11-1 будет по раунду. Поэтому, ну, что тут делать? Наверное, для того, чтобы победить Бивола, нужно в совершенстве делать то, что делает Артура. Чтобы победить Артура, нужно в совершенстве делать то, что делает Бивол. Но это бокс, и каждый боксирует настолько, насколько позволяет его соперник. Вот и все. Мне так и хочется сказать. Ты вот поводишь к тому, что стили делают бои, и стили обоих позволяют обоих друг друга победить. Кто друг друга не отпущен в этой паре? Так и есть. Но, знаешь, я, как сказать, наверное, вот именно сейчас для меня Артур выглядит предпочтительно. Может быть, не на много, но чуточку есть. Как будет, когда будет бой чуть дальше, непонятно. Но я бы с удовольствием посмотрел Бивола с Канелла за звание абсолютного чемпиона в категории ниже. 7-6. Боюсь, что Сауля Эльваросу будет неинтересно расставаться с четырьмя поясами. Нет, но разговоры же идут, и сейчас Бивол может ставить условия. Ну, в этом плане посмотрим. А есть ли то, чем либо Бивол, либо Биттербиеву стоит прибавить? Наверное, я не компетентен, чтобы, то есть не настолько компетентен, чтобы обсуждать таких высококлассных боксеров. Ну, то есть Дмитрий очень хорош в том, что он делает. И это его стиль, и они с Машьяновым нашли понимание и оттачивают. То есть Бивол пришел с такой манерой, и они ее продолжили. Да, где-то доработали, да, где-то довернули, подвернули. Но вот Бивол такой, какой он есть. Артур, я еще с юношей, наверное, его помню. Правда, повыше на пару категорий был. Но он всегда такой был. То есть это его, это вот какая-то природная история, и он совершенен в том, что он делает. Как его побеждать, ну, в любителях Усик отдали победу Усику, но... Большой вопрос. С точки зрения профессионального боя, если бы там была длиннейшая дистанция, если бы это был бой по профессионалам, я не знаю, отдали бы Усику или нет.